Давайте теперь вернемся, посмотрим на обряд еще раз. Вот у нас была единица, мы сделали меньше, мы прошли шаг единицу, потом прошли шаг 1 четвертая, потом прошли шаг 1 девятая, 1 шестнадцатая и так далее. Мы уже знаем, что мы никогда не перейдем через два. Но тогда, по-видимому, мы будем приближаться к какой-то точке, которую можно было бы назвать суммой этого бесконечного ряда. Ну вот как раньше у нас была сумма, когда была одна вторая, четвертая, одна восьмая, она прибралась двумя. А здесь она тоже будет к чему-то приближаться. Ну и вот теперь я могу, чтобы поразить вас величием науки, я могу сказать, что математический анализ, я даже не знаю, кто это, Ньютон или Эйлер, был такой петербургский математик Леонард Эйлер, который приехал по программе импортозамещения, а наоборот по программе модернизации, он приехал, приглашен на большие деньги в Петербургскую академию Нома. И действительно не зря он его приглашен, он написал огромное количество разных работ, очень хороших, на самые разные темы. В частности, он, кстати, придумал там, почему нельзя обойти кривую, такая задача по мосту. Из самого простого, что можно понять. Но кроме того, он нашел, чему равняется эта сумма. Ну вот, и эта сумма... Ответ будет такой, что это π в квадрате, деленное на 6. Ну вот, казалось бы, так сказать, откуда тут вообще, никакой окружности не было, π это длина окружности, откуда она здесь появляется. Ну я, пожалуй, даже не знаю, некоторые объяснения этого можно предложить, но так как объяснить интуитивно, почему должно получаться столько, я, пожалуй, даже не знаю, как это можно... Ну, можно, конечно, раскладывать синус в бесконечный ряд, но... Ну, кстати, у кого есть пиркулятор, можно посчитать, почему это равно π в квадрате деленное на 6? Ну, давайте, мы должны убедиться, что это меньше 2. Давайте проверим, чтобы мы не ошиблись в наше значение. Получается 1,6,4,4,9,3,4. Кстати, 1,6,4,4. 1,6,4. То есть это действительно меньше 2, и на ухо все. Чего? У меня вопрос. Иррациональное число, зачем мы его представляем в виде в отношении двух чисел? Сейчас. Зачем мы представляем это как π квадрат на 6? Нет. Иррациональное число, или в виде в отношении двух чисел? А в те, как раздражается иррациональное число? Бесконечно. Нет, и что я не понимаю? Если оно иррациональное, мы не имеем права его разделить на 6, что ли? Да нет, это, кажется, можно, но, в принципе, это математически немного запрещено. Математически запрещено разделить иррациональное число на 6? Да. Вот какое самое простое иррациональное число вы знаете? Корень 2. Корень 2. Корень 2. А почему оно, кстати, иррационально? Можно это доказать. Да. Можно доказать. Но это диагональ квадрата. Если у нас квадрат со стороной 1, то диагональ квадрата – корень 2. А почему? И вы хотите сказать, что математически запрещено разделить диагональ квадрата пополам? Потому что мы не сможем найти точное и положительное значение. Чеченые цепи можно иррациональности. Нет, я не понял. У корень 2 иррациональности. Если мы поделим полом диагональ квадрата, то получится двое меньшее число. Оно тоже будет рационально. Но почему вы мне не разрешаете иррациональности? Я не понимаю. Центр квадрата запрещен. Да. Вот как-то это очень приятно. Правила такие, что что не сделать, все запрещено. А почему? В чем проблема с этим? Почему нельзя разделить квадрат? Чего-то вы как-то… Человеку лучше, чтобы кто-то не ответил.